МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российско-Кыргызский фонд развития начал выдавать льготные кредиты по 12% годовых в Сомах сроком на 5 лет. Будет создан Евразийский зонд безопасности. Такая договоренность достигнута на саммите ОДКБ в Душанбе. Более 20 семей сотрудников милиции Баткена получили ключи от квартир из рук президента. Об этих и других событиях, произошедших на этой неделе, смотрите в программе «Итоги недели» в студии Джулдас Джумабекова. Здравствуйте. Предвыборная гонка в самом разгаре. У нас с вами есть возможность наблюдать за агитационной работой партии. Благо, средства массовой информации активно вовлечены в этот процесс. Что же касается электората, то хочется отметить, что граждане очень активны. Мы видим по телевизионным репортажам полные стадионы на собраниях практически всех партий. Это, с одной стороны, радует. Кыргызстанцы неравнодушны к судьбе своей страны. Поэтому внимательно слушать то, о чем говорят представители различных политобъединений. С другой стороны, каждому нужно задаться вопросом, о чем говорят и что обещают политпартии. Сегодня мы наблюдаем объединение как партий, так и отдельных политиков. Видимо, из-за 7-процентного барьера многое изменилось в их взглядах, что они, поняв, что не смогут выиграть каждый по отдельности, договорились объединяться. Мы, конечно, за четверть века независимости привыкли к абсурду в действиях управленцев, но такого многие не ожидали. Значит, все их разногласия были фиктивными, ведь многие из них были прежде непримиримыми врагами. Как иначе можно это объяснить? И есть ли у них реальные программы по развитию страны или только лозунги? Естественно, всех интересует вопрос, кто же финиширует в этой гонке. Придут ли политики с большой буквы или же все те же старые властолюбцы? Не секрет, что многие члены партии были частью номенклатуры как Акаевской, так и Бакиевской. Были в авангарде тех, кто грабил страну, кто также был виновен в появлении такого явления, как деление республики по региональному признаку. О предвыборной ситуации в стране расскажет Ширина Санакунова. И вновь перед выборами партии обрушили на избирателей старые проверенные обещания. Они те же, что и были всегда. Все эти 20 с лишним лет, чтобы попасть во власть, партийцы могут наобещать все, что угодно. Стать богобоязненными, изменить месторождение. Ведь главное – заполучить голоса. Не важно как. Чем больше, тем лучше. И вовсе речь не об идеологии партии, с которой явно мало кто знаком. С этим не поспоришь. Вот эти все парламентские партии, политические партии, они как таковые не являются политическими партиями. Они превратились в какие-то олигархические ассоциации, которые формируются не на основе идей, а на основе толщины финансового кошелька. Нигде в мире нет такой страны, где бы общество было настолько политизированным, как в Кыргызстане. У нас любой человек, независимо от профессии, может дать оценку партиям, изучив списки кандидатов в депутаты, не говоря уже о программе. Каждый раз политпартиям удается обмануть народ, к которому они обращаются только во время выборов. Но с каждым разом сложнее придумать что-то новенькое. Наверное, поэтому программы у всех одинаковые, будто из-под пера одного пиарщика. И зачастую за основу берутся решающиеся или уже решенные проблемы. Взять хотя бы энергетику. Как бы там ни было, строительство Лэб Датк Кемин подошло к своему логическому концу. Конечно, легко говорить о достижении энергетической независимости, когда дело уже сделано. Тем не менее, некоторые партии берутся говорить и об этом. Сейчас, допустим, дороги строятся и так, и так. А они говорят, что мы там вообще будем дороги строить и так далее. В электроэнергетике какие-то подвижки есть. Хроническая болезнь общества – коррупция. И многие обещают искоренить ее зло. Хотя, если сравнивать с тем, что было, сейчас не только депутаты и министры расплачиваются за свою алчность, с позором уходят с поста, но и руководитель аппарата президента отвечает за свой необузданный аппетит. Это начало, а еще не конец борьбы с коррупцией. Но главное – начало положено. Почти во всех 14 партиях во главе списка стоят те же самые люди, которые работали министрами, премьер-министрами, депутатами. Возглавляли очень ключевые министерства. То есть у них была возможность проявить себя в этом поприще еще раньше. Что-то мы не замечаем таковых. Но сегодня именно перед выборами парламентскими, что они вдруг проснулись, вдруг они поняли, им пришло озрение, и они хотят сделать чудо в Кыргызстане просто. Партии обещают построить новые школы, детские сады, больницы. При этом не озвучивается то, что хоть и понемногу, но эти объекты строятся, дело движется. Они обещают, а власти, тем не менее, уже делают. 1 сентября открыли свои двери 26 школ. 1 октября будут еще 29, а 1 ноября войдут в строй 13 образовательных учреждений. Запланировано на следующий год строительство современных 100 школ. Еще столько же переоснастят. Некоторые партии не забыли упомянуть и кыргызско-российские отношения. Якобы с их приходом сотрудничество улучшится вдвойне. Но сегодня мы видим, насколько широко и позитивно развивается это взаимодействие. Между тем, пока обещания партийцев накаляют воздух в регионах, Центральная избирательная комиссия вынесла предупреждение политическим партиям за нарушение предвыборной агитации. Так, штрафными предупреждены партии «Онегу прогресс», «Алам», «Замандаш», «Республика Атаджур», «Татамикен», «Бирбол». Кроме того, ЦИК обязал партию «Азатых» снять все агитационные плакаты с изображением детей. В ведомстве напомнили представителям партии, что для агитации использовать детей нельзя. Из списка этой партии исключены также двое кандидатов – Медер Токтусунов и Шамбет Кубатбеков. Глава ЦИКа Туйгунала Абдраимов сообщил, что комиссия выявила нарушение при проведении предвыборной агитации. В том числе, речь зашла и о введении электората в заблуждение. В первую очередь, это касается заявлений о том, что можно точно узнать, за какую именно партию человек отдал свой голос. Некоторые политические партии ведут предвыборную агитацию грязными методами. Например, они говорят, мы после выборов узнаем, кто за кого проголосовал. Дело в том, что в законодательстве есть норма, в течение трех дней после выборов мы должны в каждой участковой комиссии вывесить список проголосовавших. Только фамилии, но ни в коем случае, кто за кого проголосовал. Они вот так преподносят и вводят людей в заблуждение. Об этом ранее предупредил и первый вице-премьер-министр Таирбек Сарпашев. Он сказал, что некоторые партии препятствуют проведению честных выборов. Видимо, у них еще ностальгия по старым правилам избирательной системы. И собирают копии паспортов и чеки, которые были выданы во время идентификации избирателей на избирательных участках. Я ответственно заявляю, что эти чеки, во-первых, другого числа, на день голосования будут совсем другого образца чеки. До этого президент Алмазбек Атамбаев говорил, что без проведения честных и прозрачных выборов страна обречена, что он добьется демократичных выборов. Я думаю, что нам все-таки надо идти дальше этим путем, потому что люди должны привыкать к честным выборам. Конечно, можно все отменить, по-старому лепить. Тогда вы получите совсем другие результаты. Явка будет 90%. Назад нельзя идти. Меня многие уговаривали, что давайте, причем не с ДПК, а с других партий. Вы же сами знаете. Уговаривали меня, давайте по-старому. Использование административного ресурса будет жестко пресекаться. Члены правительства за это несут персональную ответственность. Впрочем, народ уже понимает, что проданный за тысячу или две тысячи сомов голос сегодня стирает возможности завтра. Так что к нынешнему плебисциту всем нужно подойти с большой ответственностью. На сайте КТРК открыта специальная страница для сбора видеовопросов кандидатам в депутаты и лидерам партии, участвующих в теледебатах. Таким образом, каждый желающий может задать свой вопрос, заранее записав его на видео и выложив на наш сайт на страничке Талабкерге-Суро. Между тем, в стране временно приостановлен процесс сбора биоданных. Он возобновится после выборов 5 октября. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Тайрбек Сарпашев. О том, какую работу проводят соответствующие органы и о том, какие технологии применяют отдельные партии в ходе своей агитации, расскажет Диана Мамекова. Сбор биоданных сегодня завершился. Идет сверка с данными ЦИКа. По оценкам ГРС, число сдавших биометрические данные составляет 2 миллиона 600 тысяч человек. В то же время списки ЦИКа – это почти 3,6 миллиона человек в возрасте старше 18 лет. Расхождение есть, и оно значительное. База данных нашего ведомства и база данных ЦИК постоянно встречается. Мы активно взаимодействуем, и появляющиеся какие-то вопросы мы вместе решаем. Никаких недочетов или проблем нет. Значительное, на первый взгляд, расхождение, обусловленное в первую очередь тем, что подавляющее большинство из этих людей, почти миллион, не сдавших биометрические данные, находится за рубежом. Смогут ли они проголосовать там, где будут находиться в день выборов? В настоящее время у нас на загранице открыты уже 26 странах зарубежных, 36 участков. Это основные. Россия, 6 участков, 3. Бедеринговая республика Германия и так далее, так далее. Кто не сдал биометрические данные за границей, не будут голосовать по нашему закону принятому. Значит, если не будет показывать отпечатки пальцев, то через ПИН-код будут голосовать. Между тем, по словам самих же граждан, идет подкуп людей. За энную сумму предлагают отдать свой голос. На предыдущих выборах в Ужегурке Неша это встречалось сплошь и рядом. Теперь ставки выросли. По моим данным, некоторые мелкие партии, задачи которых только преодолеть 7% порог, готовы заплатить за голос до 3,5 тысяч сомов. Не трудно подсчитать, что для достижения этого самого порога им нужно от 3 до 4 миллионов долларов. При ожидаемой явке 65% это сумма вполне доступная для таких партий. Потому что в каждой есть кошельки из бывших министров, предпринимателей, которые хотят защитить свои интересы. Власти, в свою очередь, предостерегают общество. В частности, президент прямо заявил об этом. На предстоящих парламентских выборах голосуйте с умом и не продавайте свой голос. Если ранее в одних участках собиралось по 100, по 110% голосов, то на этот раз и заведение биометрической регистрации. На мой взгляд, явка будет не более 60%. И это будут натянутые цифры. Мы знаем, как мы идем и какой дорогой мы идем. 4 октября вы сами выберете народную власть. И она будет такой, какую выберет сам народ. Задача власти – профилактика того, что можно назвать возможным неспортивным поведением отдельных участников гонки и обращения к гражданам. Напоминание о том, что выборы – это важное событие в судьбе страны. Мы надеемся, что в агитационный период все будет в рамках закона. В противном случае правоохранительные органы тщательно будут отслеживать ситуацию на местах. В случае нарушения общественного порядка мы будем вынуждены действовать. Хочу заметить, что в момент выборов на избирательных участках будут нести службу около 10 тысяч сотрудников милиции и еще столько же народных дружинников. Видов мошенничества на выборах есть очень много. Биометрия, чтобы о ней не говорили, осложнила жизнь таким ловкачам на собственном этапе голосования и подсчета голосов. Здесь все более-менее честно. А вот до выборов, в предвыборную агитационную кампанию, пространство для маневра очень большое. Вот, например, партия выделяет главе аильного округа деньги из расчета полторы тысячи сомов за голос. Глава округа, ну, примерно 4-5 тысяч человек, избирателей, кладет себе в карман тысяч 50 долларов, а остальное раздает главам аилов, которые тоже, что называется, определили. Их задача – обеспечить правильное голосование. В итоге рядовые избиратели получают свои 100-200 сомов, а глава аилов на остаток денег покупают себе машину. Поэтому каждый кыргызстанец должен определиться с выбором партии, ведь от каждого голоса зависит будущее страны. Предприниматели начали получать кредиты по линии Российско-Крыгского фонда развития. На сегодняшний день в Аилбанк и РСК поступают заявки. Они рассматриваются в рамках программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса. Первый кредит уже выдан. Напомню, фонд учрежден в целях модернизации и развития экономики в условиях евразийской экономической интеграции. О процентных ставках и правилах выдачи кредитов смотрите в материале Нургуль Саматовой. Российско-Кыргызский фонд развития, основанный в ноябре 2014-го, фактически начал работу с 31 марта этого года. Цель его создания – модернизация экономики Кыргызстана и адаптация ее к условиям Евразийского экономического союза. Фонд создавался в непростых условиях во время переговоров по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, говорит председатель правления фонда Нурсул Ахметова. Помог бы нам минимизировать риски для наших бизнесменов. Отсюда возникла идея создания фонда развития, который бы поддержал наших бизнесменов, независимо от капитала, от уровня, малый это средний или большой, обеспечил бы доступ к финансам. И достаточно, наверное, долгосрочным ресурсом, потому что в нашей стране есть проблема. Кредиты выдаются на короткий срок и под высокий процент. 3 сентября фонд запустил программу целевого финансирования малого и среднего бизнеса. РКФР подписал кредитное соглашение о выделении АЭЛ-банку и РСК-банку по 600 миллионов сомов. Итого на кредитование малого и среднего бизнеса из Российско-Кыргызского фонда развития будут выделены миллиард и 200 миллионов сомов. Эти банки выбраны не случайно, они имеют самую широкую филиальную сеть в регионах. Теперь предприниматели могут подавать заявки на получение льготных кредитов по 12% в годовых сомах сроком на 5 лет. Основная цель программы финансирования МСБ – развитие экспортно-ориентированного производства и импортозамещения. Поддержка малого и среднего бизнеса, который составляет от 70 до 80% ВВП и способствует стабильному развитию экономики. Приоритет отдается проектам в аграрном секторе швейной и текстильной промышленности, обрабатывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях, транспорте, жилищном строительстве, инфраструктуре и туризме. Приоритетное направление выбрали развитие тепличных хозяйств, применение капельного орошения. На эти цели поступили 11 заявок на 112 миллионов сомов. Также очень много заявок по переработке сельхозпродукции, около 200 миллионов сомов. Я думаю, что до конца месяца около 10 проектов будут одобрены и профинансированы. Это источник тех дешевых и длинных денег, о которых мы постоянно говорим. К сожалению, у нас в страну сегодня приток дешевых и длинных денег достаточно минимизирован в связи с различными ситуациями и обстоятельствами. Но вот это мы раскладываем как позитивный момент в развитии и банковского сектора в том числе. Я предполагаю, что этот фонд может действительно стать серьезным локомотивом развития экономики нашей страны. В каком плане? Он может стать оператором всех поступающих грантов, кредитных линий в нашу страну. И он может мониторить эти финансовые потоки, которые будут приходить в нашу страну. По мнению эксперта, ранее государству не удавалось создать подобный институт. Все эти годы власти говорили о создании такого фонда, который бы выдавал кредиты по низким процентным ставкам. Одним из первых клиентов, получивших кредит в размере 6,5 миллионов сомов, стало предприятие по производству мясных и мучных полуфабрикатов. Владельцу предприятия понадобилось чуть больше недели, чтобы получить заветный кредит. Средства планируется направить на модернизацию производственных мощностей и тем самым повысить рентабельность предприятия. Сейчас оно обеспечивает рабочими местами более 60 человек, а продукция пока импортируется на местный рынок. На удивление заемщиков, процедура прошла гораздо оперативнее и быстрее, чем ожидали. Был подан стандартный комплект документов и в течение 10 рабочих дней был получен кредит. Нас радуют и условия выдачи кредита. Средства выдаются по 12% годовых сроком на 5 лет с льготным периодом в один год. На эти средства мы купим новое оборудование для лепки пельменей. Проекты до 3 миллионов долларов будут финансироваться через банки, а крупные – через фонд. Первые заявки, которые напрямую будет финансировать фонд, могут быть одобрены в начале октября. Один проект стоимостью 7 миллионов долларов планируется реализовать в сфере сельского хозяйства, в частности птицеводства. Второй стоимостью 12 миллионов – в текстильной промышленности. Товары, произведенные в Кыргызстане, должны конкурировать с продукцией других стран ЕАЭС. По словам экспертов, фонд – это хороший толчок для развития экономики. Самое главное – нужно правильно управлять этими средствами. Предприятие наше нуждается не просто в кредитах, то есть фонд не должен превращаться в банк развития, он должен оставаться фондом, раз его назвали так. И предприятие наше нуждается не в банковских кредитах, а в инвестиционном капитале, который не имеет ограничения по времени. Я считаю, что фонду нужно еще двигаться в сторону прямого инвестирования. Если не напрямую, то возможно, опосредственно создавая специальный фонд для развития малого и среднего бизнеса, который будет рассматривать заявки не от миллионов долларов выше, а наоборот до миллиона долларов. Потому что для среднего предпринимателя достаточно было бы от 100 тысяч, например, до миллиона долларов. На сегодняшний день на счетах фонда 250 миллионов долларов. Это часть уставного капитала, который еще формируется. До конца года эта сумма составит 350 миллионов, а к маю следующего года – полмиллиарда долларов. Однако фонд не будет финансировать производство алкогольной и табачной продукции предприятий, использующие детский труд или способствующие загрязнению окружающей среды. Нургуль Саматова, Азамат Кадыртоктоев, Общественный Первый канал, Итоги недели. И в продолжении тем у нас в студии гость, председатель правления Российско-Крыгызского фонда развития Нурсулу Ахметова. Здравствуйте, Нурсулу Мирбековна. Добро пожаловать в нашу студию. Нурсулу Мирбековна, скажите, пожалуйста, сколько проектов поступило в ваш фонд на сегодняшний день? На сегодняшний день в Российско-Крыгызский фонд развития поступило более 112 заявок на общую сумму 1 миллиард 19 миллионов долларов. На сегодняшний день более 100 уже заявок, в смысле проектов поступило. А сколько вообще, ну максимально, сколько проектов может охватить бюджет фонда, скажем? Бюджет фонда, он большой. Наш капитал составляет 1 миллиард долларов, уставной капитал составляет 500 миллионов долларов. Но я хочу сказать о том, что 112 заявок, из них потенциальных, потенциальных к рассмотрению около 9. Понимаете, соотношение качества поданных заявок и идей, они разнятся. Очень много идей, но бизнес-заявок очень мало. Поэтому нам еще предстоит работать с качеством бизнес-проектов, и тогда, я думаю, что суммы капитала фонда будет достаточно. Если будет не хватать, то фонд имеет право привлекать заемные средства. Под какие проценты будут выдавать фонд? Это очень низкие проценты на сегодняшний день. Таких процентов нет. Если мы говорим о средней процентной ставке в Кыргызстане, в национальной валюте это 25%. Фактически фонд практически в два раза снизил. Кыргызстан идет на снижение процентных ставок. Вслед за Россией, вслед за Казахстаном. Скажите, пожалуйста, вот изначально было заявлено о том, что фонд будет финансировать крупные проекты от 3 миллионов долларов и выше. Но буквально вчера вы уже начали выдавать кредиты для развития среднего и малого бизнеса. Действительно, напрямую фонд имеет право финансировать проекты стоимостью от 3 миллионов долларов. Но вместе с тем фонд прекрасно понимает, что малый и средний бизнес фактически составляет 40% ВВП. И его вклад в развитие экономики огромный. Соответственно, не уделить внимания этому сектору мы не могли. Предвыборная агитация идет в стране. И некоторые политические партии, они обещают низкие проценты кредиты. Вот насколько реальны вот эти обещания? Знаете, если мы больше, как бы глубже посмотрим на предлагаемую процентную ставку, мы сразу должны задаться вопросом. Во-первых, в какой валюте они предлагают данную процентную ставку? На какой срок? И будет ли субсидирование со стороны правительства? Или других источников? Вот, например, если мы говорим о программе доступной кредиты фермерам, или программа финансирования сельхозпроизводителей, то там действительно процентная ставка на сегодняшний день в национальной валюте составляет 9%. Но при этом правительство субсидирует оставшуюся часть, то есть покрывает расходы коммерческих банков в размере 8-9%. То есть фактически ставка, реальная ставка составляет 17-18%. То есть те средства, которые правительство направляет на субсидирование из государственного бюджета, могут быть использованы, наверное, для решения других задач. То есть это достаточно сложный вопрос. Когда фонд рассчитывал свою ставку 12%, это были очень сложные и долгие переговоры с национальным банком, для того, чтобы мы могли быть обеспечены ресурсами в национальной валюте. Мы очень долго разговаривали с коммерческими банками для снижения их маржей, для того, чтобы они могли покрыть операционные расходы. И с этой точки зрения фонд, он минимизировал ту часть, которая должна оставаться фонду. Этот проект для нас имиджевый, мы вообще там не работали на прибыль. Спасибо большое за интересную беседу. А я еще раз напомню, что у нас в студии была гость, председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Нурсулу Ахметова. Продолжаем программу. Страны-члены УДКБ создадут Евразийский зонд безопасности. Такая договоренность достигнута на саммите организации договора о коллективной безопасности, который прошел в Душамбе в начале этой недели. Сегодня появились новые угрозы безопасности, такие как терроризм, нелегальная миграция, масштабные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. И все это приводит к осознанию того, что организации договора о коллективной безопасности необходимо переходить к комплексному обеспечению безопасности государств, разработке механизмов оперативного реагирования на эти угрозы. Напомню, страны-члены организации рассматривают агрессию против одного из государств ОДКБ как агрессию против всех членов организации. При этом государству, подвергнувшемуся агрессии, все остальные страны-участники предоставят необходимую помощь, включая военную. О новых вызовах и как с ними намерены бороться члены ОДКБ в материале Ханата Канеметова. События, развернувшиеся на Ближнем Востоке, ужасают. Террористическая организация ИГИЛ, получив власть над обширными территориями, творит бесчинство. Геноцид иноверцев разрушает памятники истории. А в Центральной Азии группировка «Исламское государство» развернула широкую вербовочную сеть и набирает молодых рекрутов из числа местных жителей. Это не может не вызывать беспокойства. Угроза, опасность, она будет возрастать в ближайшее время. И, мне кажется, в перспективе все равно. Потому что есть условия, я бы сказал, толкающие на радикализацию. Есть геополитические вопросы, есть ухудшение ситуации в целом на Ближнем Среднем Востоке и, в частности, в Афганистане. Деятельность представителей ИГИЛ в Кыргызстане необходимо немедленно остановить, считают специалисты. Любые радикальные действия нужно загасить в зародыше. Если мы эту заразу в зародыше не остановим, завтра мы увидим открытое фронтальное столкновение. Фактически в Афганистане ИГИЛ открыл второй фронт. Второй фронт в Афганистане будет направлен в первую очередь против России, против стран Центральной Азии и, естественно, против ОДКБ. Вот сейчас настал момент для ОДКБ подтвердить цель создания своего. На саммите ОДКБ в Таджикистане президенты шести стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пришли к выводу, что это серьезно угрожает региональной безопасности. Почти у границы организации разворачиваются драматические события, а противостоять глобальным угрозам в одиночку невозможно. Это понимают и политики. Президенты договорились и дальше укреплять взаимодействие вооруженных сил. Представляется целесообразным усилить деятельность ОДКБ в части организации взаимодействия и оперативного обмена информации между заинтересованными министерствами и ведомствами по борьбе с перегрузкой рекрутов для международных террористических организаций через наши государственные границы. Соответствующие усилия, а также поддержание высокой степени готовности формирования сил и средств системы коллективной безопасности и детальное планирование их применения в случае возникновения кризисной ситуации должны способствовать укреплению потенциала организации и упрочению ее позиций на международной арене. Атамбаев заявил, что современная военно-политическая обстановка в мире характеризуется высоким динамизмом, непредсказуемостью развития событий, ростом сепаратизма, национального и религиозного экстремизма. Уповать на то, что нас это не коснется, ошибочно. Умазбек Атамбаев серьезно опасается усиления вербовки граждан Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана, в ряды ИГИЛ и других террористических организаций. Добираются до мест боевых действий террористы по-разному. Кто-то с помощью подложных документов, а кто-то вполне легально через третьи страны. Что будет, когда они вернутся на родину? Конечно же, прямую угрозу безопасности нашего региона несет тенденция расширения влияния на территорию Афганистана террористической группировки ИГИЛ. Кроме того, особую обеспокоенность вызывают многочисленные факты вербовки и выезда граждан наших республик для участия в вооруженных конфликтах на стороне ИГИЛ, а также их последующее возвращение для продолжения террористической и вербовочной деятельности в странах региона. Владимир Путин считает, что элементарный здравый смысл, ответственность за глобальную и региональную безопасность требует объединения усилий мирового сообщества против этой угрозы. Террористы уже публично говорят о том, что замахиваются на Мекку, Медину, Иерусалим, заявил российский президент. В их планах распространение активности на Европу, Россию, Центральную и Юго-Восточную Азию. Нас беспокоит положение дел в Афганистане. Международные силы содействия безопасности достаточно долго находились в данной стране, выполнили определенную и в том числе позитивную работу, однако в итоге все же это не принесло качественного, кардинального, окончательного улучшения обстановки. С выводом основной части иностранных военных контингентов ситуация, к сожалению, в стране деградирует. Возросла реальная опасность проникновения на территории сопредельных с Афганистаном государств террористических и экстремистских группировок. Причем эта угроза усугубляется тем, что помимо известных организаций на афганскую территорию распространило свое влияние и так называемое «Исламское государство». Рассмах деятельности этой организации вышел далеко за пределы Ирака, Сирии. Ситуация с ИГИЛ показывает, что появился новый, более страшный вид терроризма, который поглощает целые страны, ввергает в ужас и страх континенты. ИГИЛ не остановится на этом. ИГИЛ – это новая форма терроризма. Если раньше терроризм был нацелен только для проведения скрытых операций террористического характера, без явного лица, без явного исполнителя, то нынешняя ситуация в Сирии, вот сейчас вот уже в Афганистане – это форма трансформации терроризма уже в виде открытого сопротивления. Это фактически уже объявление необъявленной войны и введение фронтальных боевых действий. Чего ждать Кыргызстану и всей Центральной Азии? И также, мне кажется, страны ОДКБ должны понимать, что возможный прорыв со стороны Северного Афганистана в различных бандформированиях, он может идти не широким фронтом, а путем инфильтрации отдельных групп, малых групп, с целью дестабилизации на территории Центральной Азии, в особенности Ферганской долине. И также необходимо обратить внимание, возможно, спящим, полуспящим ячейкам внутри наших стран. По итогам заседания президенты подписали 10 документов, в частности соглашения о сотрудничестве в сфере перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения. Также подписан протокол о продлении срока действия соглашения о создании единой системы технического прикрытия железных дорог. Кроме того, подписано решение о совершенствовании деятельности Координационного совета по чрезвычайным ситуациям и секретариата ОДКБ. Одобрен и бюджет организации на предстоящий год. Председательство в организации от Таджикистана переходит Армении. Канад Канеметов, Алтенхан Бабаев, Общественный Первый канал. На этой неделе боткенские милиционеры получили ключи от квартир из рук президента. Более 20 семей правоохранителей отмечают новоселье. Также в ходе поездки по Боткену Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии открытия водозабора в городе Исфана. С введением в эксплуатацию этого объекта чистой водой будут обеспечены около 20 тысяч человек. Глава государства посетил и другие объекты, встретился с местными жителями. О рабочей поездке президента по Боткенской и Ожской областям расскажет Канад Канеметов. Рабочая поездка Атамбаева началась с Исфаны и первым делом он отправился на открытие городского водозабора. Проблема с водоснабжением в Исфане существует достаточно давно. Люди испытывали большие неудобства и в конце 2013 года было принято решение построить новый водозабор. До реабилитации водозабора жителями Исфаны включали воду только на 2 часа в сутки. Теперь же проблема нехватки питьевой воды полностью решена. Строительство обошлось в 109 миллионов сомов. На эти деньги пробурено 3 скважины, воду добывают на глубине 90 с лишним метров. Проложили новые трубы. Это сооружение имеет большое значение для городка с 13-тысячным населением. Караулить у колонки в надежде, когда же включат воду, Исфанинцам и жителям прилегающего участка Безегуль больше не придется. Вместо двух часов подача воды увеличена до восьми. Просто нам давали только два часа, чтобы пить, а так не так уж много давали. А сейчас вот решаются проблемы питьевой воды, вот как вы сами видите. Алмазбек Атамбаев специально приехал в Исфану, чтобы принять участие в запуске водозабора. Он напомнил, что многие не верили, что такие крупные инфраструктурные проекты удастся запустить. Я думаю, те, кто не верил до этого, какие-то наши проекты, те потихонечку начинают понимать, что сказано, это будет сделано. Потому что, поверьте мне, мы знаем, куда мы идем, как мы идем, какой мы дорогой идем. Алмазбек Атамбаев призвал собравшихся, да и всех жителей Кыргызстана беречь мирное небо над головой. Без этого невозможно развитие страны. Главное, это чтобы мы ценили мир и дружбу в нашей стране, стабильность в нашей стране. А все остальное, конечно же, Бог даст, все будет хорошо. Впереди парламентские выборы. Глава государства обещает, что они будут наиболее чистыми и прозрачными, потому что вводится биометрическая система. Президент настоятельно попросил граждан не ошибиться в своем выборе, потому что если придет некомпетентный парламент, то он изберет некомпетентное правительство. И итог может быть печальным. Глава государства обещает, что они будут наиболее чистыми и прозрачными, потому что они будут наиболее чистыми и прозрачными. Глава государства обещает, что они будут наиболее чистыми и прозрачными, потому что они будут наиболее чистыми и прозрачными. Алмазбек Атамбаев ознакомился исходом реабилитации стратегической автотрассы Ош-Баткен-Исфана. Эта дорога имеет огромное значение для жителей Баткенской области. Баткенская область в Лейлик районах, которые они будут наиболее чистыми и прозрачными и прозрачными, потому что они будут наиболее чистыми и прозрачными. Динара Джусупова показывает сыну новенькую служебную квартиру в Баткене. Она получила ее после пяти лет скитаний по съемным квартирам. Иметь собственный уголок – мечта каждого человека. «Мы рады, что получили собственную квартиру. Свой дом – это все-таки свой дом. Я тут буду жить с сыном. Муж с дочкой ваше. Он там работает с томатологом. А я тут в Баткене служу». Ключи от квартиры старшему лейтенанту вручил президент Алмазбек Атамбаев. Он осмотрел дом. Качеством строительства верховный главнокомандующий, кажется, остался доволен. Этот многоквартирный дом в Баткене принадлежит теперь милиционерам. «24-квартирный жилой дом начали струить семь лет назад. В 2009-м строительство было приостановлено и возобновлено только в июне этого года. Стоимость объекта – 32 миллиона сомов». Квартиры получили в основном иногородние сотрудники. У местных проблем с жильем, как правило, нет. «Если его куда-то перевезти на другую работу, в другой регион, он нас побождает, и вместо него другой сотрудник может проживать здесь. То есть это будет чисто служебная квартира». Президент Алмазбек Атамбаев поздравил милицейские семьи с новосельем. Верховный главнокомандующий уверил, что государство будет заботиться о милиционерах, да и обо всех силовиках. «Бында июльерда агалды да көп кулыд, амкеней. Мынданары мамлекет, өзінің тенштігін пороган, өзінің жарамдарын пороган қызматкерлерге, человектерге бүт керекті шарптарын түзіп бе. Мамлекет бұға милдетті. Мурунк каменадар, тұрғады маекет, тұрғады маекет, өзінің жарамдар көзіп бе. Мамекет бі. Майданары маекет, өзінің жарамдар көз. Перед тем, как попрощаться, по традиции Атамбаев вручил из президентского фонда 300 тысяч сомов на строительство детской площадки. Заехал президент и на Бургандинский массив и ознакомился с тем, как идет его освоение. Строительство канала почти завершено. Планируется освоить 3,5 тысячи гектаров. Для данного региона это имеет огромное значение. Более 7 тысяч семей планируется переселить на данный объект. Все, что здесь строится, заложено в надстратегию устойчивого развития. Кыргызстану важно как можно быстрее освоить эту богатую ресурсами землю. Узбекистан претендует на 13 тысяч гектаров бургандинского массива или требует предоставить коридор к Соху так, что он перестанет быть анклавом. На такие условия Кыргызстан категорически не согласен. Так как если предоставить им коридор, то получится, что большая часть Баткенской области сама превратится в анклав. Местность южнее Соха горная. Строить там коммуникации практически невозможно. Таким образом освоение бургандинского массива имеет для Кыргызстана стратегическое значение. Нужно заселить туда как можно больше граждан. Тут есть разные богатства. Нефть, газ. И хорошо, что власти наконец начали все убрать в свои руки. Выделять средства, заселять людей, чтобы здесь был большой район. Несмотря на свой день рождения, у Алмазбека Атамбаева насыщенный график работы. Бургандинцы поздравили главу государства с 59-летием. Сегодня у вас есть бургандинский день. Алмазбека Атамбаев в ходе своей рабочей политики. В первой поездке по южным областям ознакомился с ходом строительства Кадамджайской районной больницы. Посетил родильное отделение Кызылкийской больницы. Там он обещал выделить деньги на закупку оборудования. Затем глава государства побывал в селе Алмалы Квошской области, которому угрожает сход оползня. Для жителей 10 домов на днях срочно разбили палаточный городок. Рабочая поездка Атамбаева завершилась посещением ваше строительной площадки. Возводят резервуары для городского водозабора. Сооружение обеспечит чистой питьевой водой 75 тысяч человек. Коротко-аниме Атав, Алтенхан Бабаев, Общественный Первый канал, Баткен, Ош. И в завершении программы подборка главных новостей недели. Дайджест подготовила Диана Мамекова. Воскресенье 13 сентября. Алмазбек Атамбаев наградил председателя правительства России Дмитрия Медведева орденом Данакер за вклад в укрепление всесторонних связей между народами двух стран. В понедельник 14 сентября на 74-м году жизни скончался народный писатель Кыргызстана, прозаик, драматург, сценарист и общественный деятель Казат Ахматов. В Лилехском районе Баткенской области в эксплуатацию сдана дорога Махсат-Кулунгдо. Новая дорога теперь и у жителей жил массива Ахбата. Алмазбек Атамбаев принял министра образования и науки Эльвиру Сариеву. Он был проинформирован о текущих результатах реорганизации структурных подразделений вузов. Вечером этого же дня президент прибыл с рабочим визитом в Таджикистан для принятия участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Вторник, 15 сентября, семье Казата Ахматова выделено 100 тысяч сомов для оказания материальной помощи в связи с его кончиной. Народный писатель похоронен в селе Байтик. В Душанбе завершился саммит ОДКБ. Особое внимание в ходе саммита было уделено вопросу борьбы с терроризмом. ЦИК отказал Генпрокуратуре в привлечении к уголовной ответственности трех кандидатов депутата Игоря Чуддинова, Искендера Айдара Лиева и Харганбека Самакова до окончания выборов. Конституционная палата Верховного суда признала закон о биометрической регистрации граждан конституционным. Среда, 16 сентября, в ходе рабочего визита в Баткенскую область президент Алмазбек Атамбаев провел встречи с местными активами, ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов и социальных учреждений, а также принял участие в Исфане в открытии водозабора. На встрече с представителями политпартии премьер-министр Тэмир Сариев заявил, что попытки применения административного ресурса на всех уровнях будет жестко пресекаться. Директор предприятия Аскер Курулуш задержан задачу взятки. В Оржской области прошли учения Центр Азия антитеррор-2015 в форме штабных тренировок. Четверг, 17 сентября. В этот день президенту исполнилось 59 лет. Алмазбека Атамбаева с днем рождения поздравили председатель КНР Ци Дзиньпинь. Президенты России Владимир Путин, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Узбекистана Ислам Каримов, Туркменистана Гурбангулы Берду Мухамедов, Белоруссии Александр Лукашенко, Украины Петр Порошенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Башкортостана Рустем Хамитов, глава правительства России Дмитрий Медведев, генсек ОДКБ Николай Бордюжа, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, председатель коллеги ЕАЭК Виктор Христенко и другие. Стало известно, что на ведущем российском туристическом онлайн-сервисе Тревел.ру в топ-5 самых популярных курортов у российских туристов в странах СНГ возглавляет Иссыкуль. Алмазбек Атамбаев в рамках рабочей поездки в Баткенскую область принял участие в церемонии открытия многоквартирного жилого дома, построенного в городе Баткен для сотрудников правоохранительных органов. Президент вручил ключи от квартир. Президент подписал указ о награждении работников сферы энергетики Кыргызстана и представителей правительства КНР в связи с вводом в эксплуатацию подстанции Датка и Кимин и линии электропередачи Датка-Кимин. На 71-м году жизни скончался народный артист Эрмек Мойдунов. Пятница, 18 сентября. Центральная избирательная комиссия вынесла предупреждение политическим партиям за нарушение предвыборной агитации. Президент Алмазбек Атамбаев принял главу Нацбанка Толхунбека Абдегулова. Президент поручил НБКР усилить мониторинг валютного рынка. Суббота, 19 сентября. Сегодня свой профессиональный день отмечают предприниматели. С праздником их поздравил Алмазбек Атамбаев. Президент в поздравлении отметил, что государство будет создавать все необходимые условия для успешного развития бизнеса, для его совершенствования. Предприниматели же со своей стороны должны стремиться к тому, чтобы стать мировым образцом высокой деловой репутации и активности. Состоялись похороны народного артиста Эрмека Мойдунова. Алмазбек Атамбаев выделил из своего фонда 100 тысяч сомов для оказания материальной помощи, семьи артиста. Завершился прием биометрических данных перед выборами в Джогурку-Кенеш. Прием биометрики возобновится после выборов. На сайте КТРК на специальной странице Талабкер-Гесуро продолжается сбор видеовопросов кандидатам в депутаты и лидерам партии, участвующим в теледебатах. Завтра, 20 сентября, 21.50, смотрите специальный репортаж «Наш президент», посвященный дню рождения Алмазбека Атамбаева. И таковы были главные события прошедших семи дней. Вы смотрели программу «Итоги недели». С вами была Джулдис Джумабекова. Я желаю вам всего доброго и до свидания.